я не люблю начинать разговор с негатива какого-то да его может быть и нету не первый раз вам отвечаю вы знаете очень хорошо что я совершенно не не отношусь к вам негативно наоборот с большим интересом вас оригинальные мысли и прочее я не могу не сказать по поводу последнего вашего опроса о том что вы написали путанный текст это 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 у вас почти всегда это очень плохо но здесь он путанные ненужные непонятно что вы хотите хотя думаю что вы думаете что вам понятно и всем понятно так я могу сказать что много тут будет непонятного и вы тут напутали вот так вот примерно все сделали совершенно зря тут нет если у нас мы живете мы вы я все-все без исключения живут в мире где делать добро это свобода выбора с неба никого не заставляет можно пойти налево можно пойти на право поэтому когда пишите что возлюблено как самого себя вы хотите чтобы была свобода выбора чтобы вас не мучили не заставляли и прочее это не этого нету ничего это одна из заповеди торы я тут сослался где-то место в книговой экран это заповедь торы рано с ней это в том месте глава к души где очень много таких заповедь человеческого поведения приводится это надо изучать это есть комментарии есть другие книги вы человек пытливый я думаю что время у вас есть вот и изучайте только не торопясь и думайте и тогда все вставить на свои места тем более вот яркий пример вы привели эту заповедь она известная заповедь она очень хорошая и очень нужная и великий ари великий ари который основал открыл нам много слоев учения торы и жил 450 500 лет назад и эту фразу привели здесь она в самой торе но она здесь вы привели ее и ожидать от меня какие-то видимо какие-то разъяснения чтобы были возлюби ближнего как самого себя можно так перевести но всегда утыкается в одно слово вы догадываетесь какое это возлюби ближнего вот слово ближнего непонятно кто такой ближний что такое ближний а дальний что такое дальний поэтому нет другого способа как обратиться к нашему сайту и в наш поисковик именно в наш и понять что допустим допустим любви понятно не важно что это любви это быть вместе но допустим что понятно что быть вместе как самого себя тоже может понятно но ближний я согласен что непонятно и как правило мы всегда понимаем это так как на иврите написано так как Всевышний нам дал он написал на иврите веавта лреаха камоха это на иврите веавта любить лреаха по отношению к тому кто реа на иврите называется реа реаха это твой реа то что по русски говорят твоего ближнего надо правильно перевести от слова реа корень это постись вместе общая судьбы то есть теми кто с тобой вместе кто с тобой делит судьбу это тот кто ближний а кто дальний тот кто не с тобой и не делит твою судьбу и выстраивает жизнь в других местах и душевно и физически его здесь нету он не может называться ближним он далеко это заповедь очень сильная и великий ори о котором я начал говорить рекомендую чтобы записать ее на карту в карточку как сегодня говорят и положить в начале утренней дневной и вечерней молитвы в начале молитвы сказать эти слова и только потом молиться почему потому что молитва действует только если я буду вместе сердцем нации возлюбить мы вместе это другого еврея как самого себя это более правильно развернутый перевод люби другого еврея как любишь самого себя это не значит плохо относиться к кому-то это не значит очень хорошо относиться это быть вместе с с твоим народом с представителями твоего народа как я объяснил что такое полюбить любить это быть вместе арея то есть ближние это то с кем ты пасешься с кем ты ведешь жизнь совместно это например люди живут тысячу километров от меня три тысячи километров от меня но они вместе со мной в каком смысле что у нас общая судьбы любить любить тех с кем ты делишь общей судьбы как самого себя тоже хороший перевод и все это то что в творчестве называется это я вам рассказал про перевод этой великой фразы разъяснение ее ваши рассуждения они необычайно эклектичны они необычайно разбросаны у вас совершенно не сфокусировалось еще ничего вот либо так либо так вы как-то пытаетесь логично рассуждать но поскольку в основе не очень понятно что вы хотите то и мне нечего сказать я называю это путанные рассуждения я прошу на меня не сердиться я прошу еще раз подумать спокойно и понять что каждый из нас имеет свободу выбора и что это свобода выбора абсолютно всем дана потому что Всевышний хочет чтобы была свобода выбора ибо если не будет свободы выбора не будет ни награды ни наказания а он хочет чтобы люди разделяли между добром и злом а если нет свободы выбора то мне все равно я робот у меня нету ничего поэтому есть у каждого человека не надо прятаться за тем что например есть воля Творца и эта воля Творца имеет в виду свободу выбора то что у Творца есть воля сделать так это не значит что у нас нет свободы выбора она есть можно не слушаться всяческие атеисты или просто люди которые христиане мусульмане которые верят в другие вещи ведут себя как хотят я не обсуждаю сейчас это мы евреи не обсуждаем другие религии делают что хотят вплоть до самых ужасных вещей но мы это не будем обсуждать не будем конкретизировать никого и ничего но и все равно есть свобода выбора ни один человек не может сказать придя в другой мир после 120 лет жизни в этом мире он не может сказать а что я мог сделать меня заставили не было свободы была свобода ну сами подумайте как можно человека заставить не верить во всемищество как можно человека заставить быть злодеем как можно заставить человека совершать злые дела как профессия как образ жизни нельзя потому что его образ жизни профессия его внутри другая вид на жизнь на другое поэтому есть свобода выбора и соответственно есть повеление любить того кто с тобой разделяет судьбу как самого себя теперь еврейский подход ситуации вам подсказка это в том месте где описывается Синайское откровение где мы стоим около горы Синай перед тем как нам дать Тору Всевышний сказал что я вам даю Тору как евреи ответили запомните пожалуйста что это для вас было конкретно на Сев и Нишма мы будем выполнять это не спрашивая что в Торе мы только выполняем что написано в Торе но сути и смысл мы не обсуждаем но если мы это будем делать мы это поймем на Сев и Нишма это еврейский отход к делу выполнять законы Торы и потом надеяться на то что мы их поймем вот собственно говоря и все в этом ответе всего доброго и до свидания